Диобалтком Слушайте по пятницам на Радио Балтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется Открыть ящик Пандоры Еще раз добрый день, доброе утро Всем слушателям Радио Балтком Программа Климат-контроль С нами на прямой связи Журналист пишущая науки Морской геолог, ученый Константин Рангс Здравствуйте, добрый день Добрый день И я напоминаю, телефоны обратной связи Звонить можно в прямой эфир по телефонам 67212-93-9 67213-93-9 Также писать На номер ватсапа 2306191 2306191 И задавать вопросы Ну, естественно, связанные с темой наших Программ, как всегда, это Климат, изменение климата Какие угрозы, какие Может быть, даже новые возможности открывает Это перед, в том числе, нашей страной И, конечно, мы не забываем о мире И вот буквально Неделю назад говорили о том, как В одном месте жарко, в другом Проливаются аномальные совершенно Дожди И вот Буквально через День-два В Германии Начались совершенно Аномальные действительно явления И в результате наводнений, вызванном Осадками Огромное количество погибших Пропавших без вести В общем, совершенно Катастрофическая история Может ли такое грозить И Латвии К чему нужно быть готовыми Вот сегодня мы поговорим на эту тему Ну, надо сказать, что действительно За минувшую неделю Которая прошла после предыдущей передачи Надо сказать, что пришли данные Они сейчас постоянно дополняются О количестве погибших только в Германии Например, уже под 200 человек А еще есть большое количество людей Пропавших без вести Их ищут Надо сказать, что погибшие есть в Бельгии И в принципе Которое тоже захватило это несчастье По большому счету Ведь предсказывалось Что с Запада, с Атлантики Придут большие тяжелые тучи Которые принесут огромное количество воды Вопрос был в том Где точно они прольются Вот позаметьте Что тучи-то пришли с Атлантики А пролились-то они На юге Бельгии Голландии И в западной части Германии Бассейн, рек Мозель, Рейн Там рельеф вообще такой Нельзя сказать, чтобы шибко и гористый был Но и равниной назвать это нельзя Это горы, холмы Высотой, ну примерно Чуть выше нашего Гайзенща Ну где-то метров там 600-700 Есть такие, да Но тоже, надо сказать, это не везде Там глубокие долины Вот, например, красивейшая долина Реки Мозель Всем рекомендую ее посетить И отведать там Мозельского вина Но надо сказать, что Там представления не было О том, какого рода Там могут произойти Вот эти вот Мощнейшие водные потоки Ведь получилось, что Самое главное Проблема-то в чем? Тучи идут Сказать, как они более-менее идут Можно А вот именно назначить время и час и место Где эти тучи вдруг неожиданно начинают Изливать свою воду Уже, собственно говоря, вот тут возникают проблемы Проблема-то в чем? Проблема-то в том, что, например, местным властям Говорили даже за четыре дня Что тучи-то будут Но вот какая вероятность, что именно над нашим городом Они прольются Что делать местным властям? Ну, местные власти разослали извещения Дали там по цепочке Еще более местным, так скажем, районным властям Ну, а те тоже сидели и ждали Что произойдет Упадет, так скажем, хлябь небесная Либо не упадет Это реальная проблема Которая касается всех Без исключения на планете Вот действительно Посмотрите, месяц назад Были сильнейшие сели в Японии Смывалые дома Там тоже гибли люди Что называется Там пропадала земля Из-под ног уходила И ведь тоже же Были прогнозы О том, что Придут дожди Но опять-таки Где эти дожди Просто так дождик пройдет А где это будет потоп И где земля не выдержит И начнет это съезжать То есть начнутся оползни А где-то селевые потоки Образуются А вот у меня Да, Константин У меня сразу вопрос А если мы не знаем Где прольется Вот этот дождь Ну, ливень Нет ли все-таки возможности Ведь известно, что В Москве Разгоняли тучи И специально вызывали Например, дождь С химическими реактивами То есть вот в каком-то Безопасном Малолюдном месте Подождать Подловить эту тучу И каким-то образом Обработать химореактивами Которые спровоцируют Ее извержение Ну, теоретически Но, во-первых В Западной Европе Не так-то уж много Малолюдных мест Как и в Японии Это, допустим Когда вот В районах Подмосковья Устраивали дожди Кстати, между прочим Жители Подмосковья Были этим очень недовольны Да, в Москве Над Красной площадью Солнечно А у нас дождь идет А так бы Этот дождь бы Прошел бы над нами И было бы у нас Солнечно А там москвичи Пусть бродят В резиновых сапогах Это вот этот Очень такой Тонкий вопрос Но в данном случае Ведь очень мощная Была система Вот этих вот Грозовых туч Которые принесли Огромное количество Влаги И вопрос Вот видите Что заключается В чем Ну, уже, кстати Германия Это не закончилось Потом они Эти тучи Ушли дальше Они ушли К Австрии И в Австрии Были наводнения И потом они Еще на восток Двинулись Так что, конечно Уже меньше Стало как бы Распыляться Энергия Вода кончилась В тучах Но Сам факт О том, что Ведь в принципе Они могли Переодолеть Вот это вот Пространство Регион Рейна И разлиться Например Вот Баварии Больше Или, например Над Австрией Сейчас бы как раз Говорили о разрушенном Размытом Мюнхене К примеру Да Вот Поэтому Тут надо сказать Что Нам-то еще повезло Что эти облака Тучи Они не пошли В нашем направлении И вот это вот Реальность Это не где-то там В Азии В Китае Вот то, что сейчас В Китае творится Люди В затопленном метро Стоят по грудь В воде Вы представляете Ситуацию Метро Вагон Вы стоите по грудь В воде Вагон естественно Тоже стоит Слава Богу Электричеством Отключили Ну а дальше Что Как выбираться Им воздуха Там не хватало Там погибли люди Которые задохнулись Потому что Воздуха Над этой водой Не хватило В туннеле Вот такие мощные Там есть записи Когда потоки воды Вышибают двери Так быстро И стремительно Все началось Сейчас в Китае Один Одно наводнение Вызванное Циклоном А с йога Подпирает Тайфун И грозит Сейчас уже Идут разговоры О том Что там может Над крупными Городами Юго-восточного Побережья Китая Разразиться Так называемый Идеальный Шторм Столкновение Двух Мощных Вихрей И это Приведет К вообще Фантастическим Затоплением Часто А там очень Дамп В общем Это отдельная тема Но это Китай Это далеко Туда 7 часов Лететь А Германия Извините меня Два с половиной Меньше даже То есть Это уже рядом Здесь На машине Доехать Можно Спокойно И Как раз Разговор Идет Посмотрите Какое Внимание Этим Это Последствия Ликвидации Катастрофы Уделяет Федеральное Правительство Германии Да Выделяются Огромные Деньги Потому что Ущерб Уже там Хорошо Счетчик Пошел Миллиардами Считать И вот Здесь Очень важный Момент А если Бы эти Тучи Прошли Бы Например Пролились Над Польшей Литвой Латвии Ушли бы Дальше В сторону России У нас Бы Они Пролились Над Нашим Городом Что Бы У нас Произошло Вот О чем Речь Идет Вот У меня Сразу С языка Сняли Вопрос Готовы Ли наши Власти К такому Психийному Бедствию А я думаю Что они Не готовы И не потому Что они Допустим Такие Власти У нас Никудышные А просто Потому что Во первых Это Действительный Форс Второе Власти Принципиально Как и германские Как и японские Как вот до этого Помнится 7 лет назад 8 Российские Власть Принципиально Вот эта вот Городская власть Да и государственная Она Практически Не в состоянии Что-то делать Она скована Вот этой проблемой Неуверенности В том Что что-то Произойдет Вот представим С себе Смоделируем Ситуацию Проходит Вот сейчас У нас пятница Нам сообщают Что в понедельник Ожидается Крайне мощный Ливень Может быть Смерчи Шквалы Которые Приведут К срыванию Крыш И прочим Вещам Да Будут Массово Валиться Деревья И все Прочее Вот Сейчас Необходимо Эвакуироваться Поскольку Потопы Могут быть Очень сильные Могут быть Размывы Почвы И все Прочее Да Вот Специалисты Могут дать Вот эти Расчеты Свои Предположения Но вероятность Этого 75% А 25% Что ничего Вообще Не будет Ну и там Беспромежуточные Что будет Сильные Но что Не такой Страшный Вот Скажите Пожалуйста Кто Кто Поставьте Себя На место Городского Головы Или там Неважно Кого Пример Министра Хотите И Давайте Вот Решение Уважаемые Граждане Закрывайте Двери На запор Бери Хватайте Детей В охапку Там Ценные Вещи И давайте Все бегом Вот На соответствующие Высоты А там Значит Наша армия Разместит Палатки Вот там Вас там И разместят Или там Есть какие-то Места Какие-то Здания Особо Прочные Вот мы Там Вас Поместим На втором Этаже Сколько Людей Согласится Отправиться Вот В такую Эвакуацию Вот Сейчас То что У нас Произошло С Вакцинацией Четко Показывает Прямо Что называется Лицо Что происходит Вообще В мире Когда Объявляют Эвакуацию Это же Вечная Головная Проблема Всех Служ Чрезвычайных Ситуациях Людям Говорят Эвакуируйся Потому что Утонешь Черт Твой Бабушка А люди Остаются На местах А потом Когда Уже Затопило Они Звонят По Мобиле И кричат Вот Спасите Нас Мы На крыше В этом отношении Очень большой опыт У американской Федеральной Администрации По Чрезвычайным Ситуациям У них Очень Хороший Очень Большой Опыт У них Очень Так скажем Проработанная Система Информации Людей И в частности Они Информируют О чем Они говорят О том Что в течение Ближайших Трое Суток У вас В случае Чрезвычайного Положения Вам Надеяться Особо Не на кого По одной Простой Причине Здесь У вас Будет Наводнение Да Значит Затонули И пожарные Машины Тоже Ну Это Относится И к землетрясениям И к другим Прохождению Торнадо Вы должны Заранее Заготовить Себе Над эти Трое Суток Питьевой Воды Исходя Из пяти Литров На сутки Лекарства У вас Должен быть НЗ Продукты НЗ Зайдите На сайт Fema.gov Американский Вы узнаете Очень много Нового Что вы Должны Делать А теперь Давайте Зададимся Вопросом У кого из нас Хранятся Запасы Ну У нас Слава богу Часто Торнадо Не бывает Может быть Были бы чаще Кто-нибудь Что-нибудь И хранил Но дело Все в том Что и в Соединенных Штатах Тоже полным Полно Случаев Когда выясняется Что у людей Ничего нет Хотя они Вполне Могли себе Позволить Это купить Хотя бы Уж воду Пить Ну да Чтобы запас Какой-то был Потому что Самая главная Вода Ну без еды Ты неделю Протянешь Вот Вот лекарства Нужно иметь Кстати Вот допустим Хроники Это сердечники Диабетики Они обычно Стараются иметь Какой-то запас Вот А вот Кроме этого Нужно иметь Бинты Ну йод Ну какие-то Еще такие Практические вещи Противовоспалительные Вот Аптечку И чтобы все Было раскинуто По квартире Где там Там Сям Да Это должно быть Какое-то чемоданчик Вот такое было слово В свое время Тревожный чемоданчик Что если тревога Схватил его и пошел Где документы у вас лежат Простейший смотрите вопрос Не нужно даже разрушение зданий Там или каких-то там Селевых потоков Если будет идти Очень сильный дождь Обратите внимание На крыши Многих наших зданий И советской постройки И современных Они плоские И у них на этих крышах Есть такие отверстия Для слива Для стока воды Вот если эта система Стока воды Не прочищена То очень быстро Может сложиться ситуация Что сама крыша Превратится в бассейн Я уж не говорю про страшные вещи Что она проваливаться Начнет Нет Но вода Это такая Субстанция Которая всегда Себе найдет Проход И у вас начнет Протекать чердак Если не сам я Потом первые квартиры И вот этот потоп Пойдет вниз Я переживал Такую ситуацию И это вообще Страшноватая вещь Потому что у вас Просто течет вода С потолка Ладно вам нужно Выключить все Электричество Успеть Вообще это Получается что В случае Когда будет идти Очень сильный дождь Это нужно делать В первую очередь Чтобы не получить Ударов током То есть Никакой Разрушения зданий Не будет Но ваше здание Протечет Сверху донизу Ну в принципе Это коса А если у вас Крыши такие Знаете Легкие На деревянном основании То от порыва ветра Они могут тоже улететь И этот дождь Тоже вас затопит Куда вы побежите Вы застраховали Свою квартиру От стихийных бедствий У меня очень большое подозрение Что многие Не хотят платить Эти деньги За страховку Другое дело Сейчас вот в Германии Выяснилось Что незастрахованных Довольно таки мало Но немцы В этом смысле Люди Организованные У нас на страховке Экономят Ну И даже если Не экономят То будут ли иметь Возможность Наши страховые Компании Возвестить Массовый ущерб Даже при всем желании Если бы хотели Есть ли у них Есть ли у них На это средства То есть Вот эта вот история История вообще Вот этих наводнений Шквалов Которая идет И усиливается Ведь их же количество Становится все больше Больше и больше Мы об этом говорили Катастрофическую ситуацию Города Вот наша Рига Стоит на песке И ее окрестности Это допустим Тот же Хельсинки Допустим На скалах На гранитных Им проще Стокгольм На гранитных Скалах В Копенгагене Очень большая Так скажем Площадь И Так скажем Линия Стока В море Вот там кстати Вот есть Куда-то стекать Быстро В воде А у нас Очень нехорошая Ситуация Поэтому я думаю Что Если Допустим Говорить О вот этих Вот первых Проблемах Которые могут быть С которыми столкнемся Это проблема Вот этих Вот залповых Дождей И вот у нас Много говорили Об утеплении Зданий Но в связи С глобальным Потеплением Может сложиться Такая ситуация Что нам здесь Не столько Утеплять Стены надо Сколько Заботиться О сохранности Крыш Вот такой Каламбур Получается Нужно о крыше Думать Чтоб крыша Хорошая Была Вот Поэтому Мне кажется Что История То что Произошло В Германии Оно Дает Повод Задуматься И Каждому Конкретному Человеку Каждому Конкретному Домовладению Ну конечно Понимаете Укреплять Фундамент Ну это Ну будем говорить Это реально Практически Ну невозможно Ну Вот Жителям Многоквартирного Дома Сколько Они соберут Денег Чтобы Там Сделать Себе Отмостку Новую Канаву Да и Кто Им Да А вот Сложиться И Наладить Проверить Крышу Свою Чтобы Стоки Были Нормальные Их Прочистить Надо Вот Может быть Нужно Поставить Трубы Большего Диаметра Если Это Возможно Вот Посмотреть Насколько Крыша Скажем Не Прохудилась Ли Она Потому Что Когда Вот Сейчас Мы Стоим Дождей Нет В Каком Состоянии Ваша Крыша Вы Не Знаете Тут Извите Еще Есть Такая Одна Проблема В общем Короче Говоря Крыши Надо Проверять И Вот Это Вот Это Может Сделать И частный Хозяин Если У него Собственный Дом Да И Это Может Сделать И Так Скажем Кооператив Жилищный Поднять Этот Вопрос Давайте Нашими Крышами Займемся Это Это Уже Возможно Конечно Было Хорошо Если Была Бы Какая Нибудь Мощная Государственная Муниципальная Программа Укрепления Крыш Но Начинать Нужно Хотя Бо С Этого Ну Кроме Этого Ведь Есть Еще Множество Нюансов Например Выясняется Что Есть Порода Деревьев Например Тополя Большие Которые Очень Легко Рушатся Под Напором Ветра У них Корневая Система У них Древесина Плохая Древесина Плохая Поэтому Например Как ни Странно Это Не означает Что Все Тополя Есть Просто Сорта Тополей Например В Финляндии Сейчас Активно Стали Высаживать И они Прекрасно Себя Показали Пирамидальные Тополя Вот как На юге Тополя Свечки Они хороши Тем Что Во первых Они достаточно Гибкие Во вторых Они В условиях Ветра Имеют Маленькую Вот эту Парусность То есть Короче говоря Ветру Сложнее Сломать Прекрасно И кстати Не пылят По этой причине Вот например Идеицы То есть Такие рекомендации Что определенные Деревья Определенных Пород Нужно Убирать Вот А других Пород Например Высаживать А где эти рекомендации Опубликованы А это я думаю Что нужно К нашим Специалистам Лисовикам У нас Слава богу Есть хорошие Специалисты Я думаю Что если К ним Обратиться Вот Важный момент Такой Ведь Специалисты То есть Но проблема В том Что все Говорят О кому Угодно О музыкантах О рэперах О художниках Это Это как бы На слуху А вот Например Человек Специалист По выращиванию Деревьев Арболог Вот кстати Специальность То есть Такая Ну Кто о них Часто говорит А между прочим Сейчас Эти специалисты Становятся Очень Очень важными Потому что Очень важно Что у вас Растет И под какими Деревьями Кстати Стоят ваши Автомобили Во дворах Вот так вот Задуматься Что у нас Вообще Растет И надо Отдавать себе Отчет Что если Будет Расти Если будет Так вот Погода Ухудшаться Вот смотрите Первое Что мы сейчас Имеем Мы имеем Здесь у нас Не потопы А засуху Это реально Засуха По этой Причине Например Нужно Думать о том А что мы Будем Выращивать Дальше Если у нас Ситуация Такая Засуха 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 Потоп Засуха 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 Потоп Или например Зимой Будет Сухо 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 А потом Выпала Куча снега У нас же Опять же Возникнет Проблема Держать машины Снегоуборочные Вроде бы Ради одного Снегопада За весь год Ну Как бы Один-два Снегопада Бессмысленно А если Будет Очень большой Снегопад То тогда Что делать Какие Принимать Решения То есть Мне кажется Что сейчас Вот эти Все события Нас Подталкивают К тому Что мы Должны Научиться Жить В условиях Чрезвычайных Ситуаций У нас Между тем Звонок Здравствуйте 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 Я просто Пять копеек Ставлю Смотрите Стригут Газоны Муниципалитет Говорит Что трава Не должна Быть выше 20 сантиметров Но у нас Аномальная Жара И те Кто Выстриг Газоны В эту Аномальную В жару Трава Погибла А те Которые Не стригли Трава До сих пор Стоит Представляете Надо Изменение Законодательства Уже Водить Такая Маленькая Поправка В жару Допустим Три недели Нельзя Стричь Газоны А у нас Получается Что Муниципалитет Приезжает Полиция И говорит Трава Выше 20 сантиметров Штраф Если человек Начинает Стричь Газон То он Погибнет В жару Вот Фишка Какая Спасибо А тут Например Это как раз У нас есть Специалисты По траве Вот так Поэтому я думаю Что Конечно Решать вопрос Что стричь И как стричь Это тоже Должны специалисты И голос Должен быть слышен Должен быть слышен Людей Практиков Которые Которые отвечают Или Допустим Может быть У нашего Слушателя Допустим Свой Есть Газон И он Точно Знает Что Газон Нельзя Стричь Портится Все И опять же Проблема В почвах На разных Почвах Разные Травы По разному Растут Вот еще Какой Нюанс То есть В принципе Когда Вот сейчас Те же Самые Китайцы Или Пустим Разговор Идет о том Что В условиях Вот таких Вот Ливней Очень Важно Чтобы Почвы Были Просто не успевает Впитываться Между щелями Плитки То есть Получается Что Мы можем Надеяться А кстати Размывается Она С огромной Скоростью Я смотрю Там уже Звонок Да Есть звонки Здравствуйте Доброе утро Алло Здравствуйте А вот скажите Вот тут возник вопрос Да Что у нас есть Специалисты В общем Много Специалистов В разных Областях Да Вот А тогда Почему Ну Наши Руководящие Работники Да Не слушают Этих Специалистов Или Эти Специалисты Им не Подсказывают Потому что Все получается Как-то Сделано Так Ну Знаете Как на бум Да Без Участия Специалистов Во всем Что только Не возьми Экономику Да Природа Там Спасибо Понятно Да Спасибо Почему Не слушают Да Мне кажется Что проблема Здесь связана С самим Подходом Как вот сейчас Формируется Так скажем Да Тоже Муниципальное Жизнь Вы посмотрите Политики Которые приходят К власти Они реагируют На запросы Общественности Ну это естественно Если общественности Что-то нравится То значит Это нужно Решать Поднимать Об этом Говорить Но сама Общественность Она О каких-то Проблемах И о каких-то Возможностях Может даже И не подозревать Ну потому что Люди Специалисты Там условно Говоря Водители Математики Айтишники Врачи А они Не специалисты По крышам Ну или Допустим По деревьям Да Но специалиста По деревьям Никто не спрашивает А сами Они Вот Паук Кто знаю Люди В общем-то Очень часто Весьма Скромные Малоразговорчивые А некоторые А некоторые Вообще Двух слов Слезать Не могут Если это Не касается Научной Работы То есть Получается Что Этих Самых Специалистов Как скажем Управляющая Власть Исполнительная Она И знать Может Не знать Вот в чем Проблема То есть Условно говоря Сидит Как мы знаем Избранный Депутат Вот Допустим Городской Думы Он Может быть Прекрасный Специалист В финансах Но он Не знает О том Что есть Специалисты По траве Например Или по деревне А у нас Продолжаются Звонки Здравствуйте Круксантим Немного не так Смотрите Я получил Подряд На покос Травы В городе 80 евроцентов Квадрат Откат Я даю 7 процентов Понимаете И плевать Там наверху Будет Эта трава Желкая Или зеленая Нужен откат Соответственно Мне плевать На траву Я ее буду косить У нас это работает Вот так Следующая фишка Которая у нас Сейчас идет Листья Представляете Мы сейчас будем Гребсти листья Собирать их Пластиковые пакеты Весь город Будет в этих пакетах И будем вывозить Сумма На котором заработают Вывоз листьев Бешеная А как положено Было по уму Как в Швеции Например делают Надо начинать Газоны косить Когда падают Только первые листья Это конец Августа Начинаем косить Газоны Как бы не смешно Это звучало Когда листва Не плотно упало А мелко упало Газонокосилка Разбивает ее Она мелко-мелко Перегнивает То есть это удобрение Для почвы И никакого вывоза Никакого пластика Ничего Эта коррупция Продолжается С года в год Потому что На этом зарабатывают Политики И плевать им Как бы на экологию Понимаете Да Комментарий На участки Когда начинают Падать листья Может быть еще Не в таком Действительно Большом количестве С яблоней Мы их вместе С травой Скашиваем Перемалываем И затем Бросаем на компост Ну и это В принципе Затем Как удобрение Не используем Не ну это правильно Потому что В природе же Так же и получается В природе же Никто не собирает Упавшие листья В мешки И не увозит Кстати я знаю Экологов Вот допустим Там российские Экологи Специалисты Которые как раз Выступают Против вот этой Вот технологии Убора Листьев Потому что А что вы Оставляете деревьям В качестве Питания Деревьям Или той же самой Травы Но опять таки Этот вопрос К специалистам Самым разным Да Мне так как-то Ближе к крыше И фундаменты Но вот Я хочу сказать Что это Опять мы Возвращаемся К одной И той же Вещи О том что Необходима Общественная Дискуссия Нужно начать Говорить О том что Нас ждут Всевозможные Проблемы И изменения Нечего ждать Когда это Гранит над нами Когда у нас Будет потоп Не нужно Это ждать Вот рядом Усиление Мощных дождей Такой потоп Типа Этого Типа Германского Кто у нас Есть Мобилизовать Все Эпоха Такой Расслабленной Жизни Закончилась Вот она Закончилась Нужно Это Понимать Вот в Германии Как раз Очень было Хорошо Когда стояла Ангела Меркель И объясняла Что все Мы должны Начать Действовать Активнее То что Было Раньше И что Раньше Хватало Чего Оно Закончилось Наступила Новая Эпоха И поэтому Мы должны К ней Готовиться Для начала Просто Произвести Инвентаризацию Борода Пожалуй Константин Дранкс Программа Климат Контроль Спасибо Большое До следующей Пятницы До свидания Всего доброго